Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы рассмотрим технические и методические вопросы, связанные с организацией дистанционной учебной работы. Как вам уже известно, Министерство образования приняло решение о том, что четвертая четверть будет проходить в дистанционном формате. Видеоуроки, созданные в соответствии с учебной программой, будут транслироваться по телевидению. Для первых-четвертых классов на канале Баластан, для пятых-одиннадцатых классов на канале ЛТР или Мбелим. Все видеоуроки, обучающие материалы, передачи, познавательные материалы будут дублироваться на YouTube-канале. И кроме того, все эти материалы можно будет посмотреть бесплатно в приложении Мега24. В связи с этим, перед нами стоят две важные задачи. Первая задача – это систематическое информирование родителей. В первую очередь важно довести до сведения учеников и их родителей информацию о том, что просмотр видеоуроков – это обязательное условие обучения. Нужно предоставить им расписание трансляций, объяснить, на каких ресурсах будут доступны данные видео, в случае, если ребенок по какой-либо причине не посмотрел материал. Важно познакомить их с дополнительными электронными ресурсами, которые помогут ученикам осваивать новый материал самостоятельно. Привлекать их к организации обучения своего ребенка к сотрудничеству и помощи – особенно это актуально для младших школьников. Вторая и самая главная наша задача – организовать обратную связь с учениками. Именно обратная связь с учениками послужит главным условием эффективного обучения в дистанционном формате. Что такое обратная связь? Прежде всего, обратная связь – это различные формы взаимодействия с учениками, дающие представление о том, как идет процесс обучения, информирующие учителя о достижениях и проблемах учащихся, позволяющие определить уровень достижения цели и решения учебных задач. Ученикам нужно предоставить время для того, чтобы учащиеся исправили ошибки или сменили направление мышления и деятельности. И благодаря обратной связи ученик получит информацию, которая поможет осознать ему собственные успехи и пробелы. Он получит конкретные рекомендации для продвижения вперед, а учитель, в свою очередь, получит информацию, которая позволит ему определить эффективность своей работы и при необходимости внести коррективы в процесс обучения. Возможно, это будет подбор новых методов, техник обучения каких-то, внесение изменений в распределение времени урока или что-то еще. Как организовать обратную связь? Учитель предлагает ученикам выполнить определенные задания по новой теме. Взаимодействие учеников с учителями осуществляется, выполнение обучаемым задания учителя, реакция учителя на сообщения, действие обучаемого в ответ на реакцию учителя. В какой форме могут предлагаться задания? Это может быть изучение дополнительных материалов по теме урока, какие-то текстовые файлы, презентации, инфографика, видеоматериалы. Это может быть подготовка кратких конспектов на основе материалов учебника или дополнительного материала для чтения, который вы подготовите. Это могут быть практические и лабораторные работы. Это может быть выполнение проектов и исследовательских работ, ну и многое другое, что вы захотите предложить своим ученикам. Но здесь очень важно обратить внимание на то, что и материалы для чтения, и сами задания не должны быть объемными. Они должны быть интересными и доступными для большинства учащихся. И самое главное, на выполнение заданий должно быть отведено достаточно времени. Для обеспечения эффективной обратной связи определите, как будете проводить дистанционное обучение, как будете связываться с учениками. Это могут быть онлайн-консультации. В этом случае вы заранее договариваетесь с учениками о времени, когда будет проведена онлайн-встреча, а она может проходить в форме свободной беседы с учениками. Вы отвечаете на их вопросы, задаете вопросы им. Во время онлайн-встречи может быть проведена совместная работа по закреплению изученного материала. Например, выполнение каких-то интересных заданий, викторин, повторение правил. Здесь обязательно включить обсуждение того, что понравилось в работе, что было сложным или легким для ученика, что усвоили или не усвоили. Второй вариант – это обучение учащихся через интерактивные учебные материалы, которые содержат инструкции, учебное содержание, определенные видео, интерактивные видео, тексты, рисунки, какую-то самопроверку, ссылки для чтения. При помощи таких учебных материалов ученик изучает новую тему самостоятельно. Для вопросов учеников необходимо создать чат, чтобы, сталкиваясь с трудностями, ученики могли получить от вас помощь и продолжить выполнять задания в правильном направлении. Определите, как вы будете связываться с учениками. Вы свободны в выборе средств, которые будете использовать для обеспечения обратной связи. Это может быть простой обмен вопросами и файлами посредством электронной почты. Это может быть организовано при помощи WhatsApp-группы. Это может быть при помощи использования платформы Zoom. Google Classroom или любая другая программа, которую вы посчитаете необходимой и удобной прежде всего для вас. Конечно, дорогие учителя, есть множество и других ресурсов, при помощи которых вы можете обеспечивать обратную связь. Некоторые из них вы видите сейчас на экране. Это работа в Google Документах, Google Таблицах, это Cited Puzzle, ClassTime. И каждый из них имеет свои особенности и свои цели. Например, работа в Google Документах позволяет ученикам работать над заданием совместно или индивидуально. Зависит от задачи, которую ставит учитель. Учитель может отслеживать продвижение ученика по заданию, комментировать выполнение задания и направлять ученика в нужное ему русло. Google Таблицы тоже очень интересная платформа. Вы можете создать таблицу продвижения, в которую внесете имена своих учеников, перечислите те задания, которые они должны выполнить по теме, курсу или четверти. А ученики должны будут посещать эту таблицу, отмечать задание, которое выполнено. Причем они могут использовать разные цвета, зеленый, красный, желтый, в зависимости от того, насколько легко они справились с этим заданием. Платформа AdPuzzle. При помощи этой платформы учитель может создать интерактивное видео, добавить в это видео какие-то викторины, тесты, вставить туда открытые вопросы, приложить комментарии в формате аудио, текстовый комментарий, видеокомментарии. Можно прикреплять сюда видео из различных ресурсов, например, из YouTube. В AdPuzzle создается класс, и учитель может мониторить работу учащихся над этим учебным материалом. Ну и последний вариант, который мы вам сегодня предлагаем, это ClassTime, удобный сервис для создания интерактивного материала разных типов. Вопросы, привычные в тестах и заданиях учебника, он позволяет мониторить учебный процесс, и этот ресурс также позволяет вписывать математические формулы. И в заключении, уважаемые коллеги, хочется обратить ваше внимание на номера телефонов, которые вы видите сейчас на экране. Это телефоны горячей линии той группы, которая была создана Министерством образования для оказания экстренной помощи по вопросам дистанционного обучения. Спасибо большое вам за внимание. Всем нам успехов. До свидания.